Приветствую всех заглянувших! В этом видео мне хотелось бы рассказать о своих книжных планах на апрель 2022 года. В принципе, тут большая половина того, что было намечено на март, а еще одна книга, которая уже кочует из января в февраль, из февраля в март и теперь из марта в апрель. Надеюсь, в апреле я ее все-таки прочитаю и уже она не будет в майском списке кочевать. Я наметила себе для чтения 13 книг, но, как показывает практика, в марте я прочитала всего 5, поэтому я вот дополнила, как говорится, списочек. Ну, посмотрим, что получится в апреле. Получится ли у меня прочитать все эти 13 книг или нет. Вот я извиняюсь, я хотела прочитать 14 книг, но Сомерсета Моэма, Лизу из Ламбета и Сотворение Святого я уже читаю, поэтому ее в кадре не будет, уже не хочу вставать и переписывать. Итак, получается, первая книга это Лиза, я хочу дочитать, прочитать Сомерсета Моэма, Лиза из Ламбета, Сотворение Святого. Далее у нас следует воспоминания Галины фон Мек, как я их помню. Добавила в последнюю минуту, прям очень-очень хочется мне с ними ознакомиться. Еще я взяла книгу Ромена Гари «Головы Стефани». Они были опубликованы тоже в 1973 году, как я уже говорила, 1973 год для Гари был довольно тяжелым годом, поэтому мне стало интересно почитать все те произведения, которые выходили в этот период. Я взяла «Головы Стефани», так как они у меня имеются, даже не читала аннотацию, ничего, просто схватила, потому что прочитала, что это был тяжелый год, и чародеи, они вот где-то вот так вот рядышком соседствуют, поэтому думаю, что «Головы Стефани» могут быть тоже очень интереснейшим и занимательнейшим чтивом. Далее у нас следует книга довольно толстенькая, книга Мириама Нисимов «Ромен Гари» «Хамелеон». Я поняла, что мне нужно познакомиться с биографией моего любимого писателя, точнее, писателя, который стал моим любимым. Мне нужно обязательно познакомиться с его биографией поближе, чтобы понимать его творчество получше, потому что «Ромен Гари», он все-таки является таким автором, который в своем творчестве, почти в каждой любой своей книге, он отображал частичку себя, если не всего себя, какие-то воспоминания, какие-то свои страхи, тревоги и т.д. и т.п. Конечно же, чтобы лучше ориентироваться, чтобы лучше понимать писателя, где он что хотел сказать, лучше ознакомиться с его биографией. Прочитав три книги «Ромена Гари» и собираясь читать четвертую, я все-таки поняла, что мне надо обязательно познакомиться с его биографией, знать его получше, поэтому, собственно, Мириама Нисимов будем читать, будем узнавать. Тольенькая книга Гюнтера Грасса «Мое столетие». Ну, Гюнтера Грасса я тоже люблю, поэтому книга не особо большая, вроде бы, но тут маленький шрифт. Будем читать, будем ознакомиться. Книга Курта Вон и Гута. Ну, здесь все просто. У меня тоже как-то подкопилось его книг, а при этом я поняла, что я еще ничего из него не читала, и решила, что надо читать, тем более, что у меня уже есть Кен Кизи, да, над Кукушкиным гнездом, которую, эту книгу мне очень рекомендуют к прочтению, а если бы не Курт Вон и Гут, да, с его творчеством, не было бы Кена Кизи, Кизи. Вот, поэтому надо сначала познакомиться с Вон и Гутом, а потом уже двигаться дальше, потом уже двигаться к Кукушкиному гнезду. Я взяла книгу «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуоттер». Тоже такая вот интересная аннотация, что-то такое будет, мне кажется, абсурдное. В общем, уверена, что мне понравится. Книга, которая была еще в планах на март. В принципе, просто хочется перечитать Габриэля Гарсия Маркеса, его «Сто лет одиночества». Я читала когда-то, ну, недавно, но, в принципе, несколько лет назад, первый раз. Мне очень понравилось, я пропала. Маркес – это абсолютно мое, магический реализм – это абсолютно мое. Вот, и хочется повторно окунуться в эту волшебную реальность, да, в эту магическую реальность. Хочется повторно прикоснуться к этому волшебству, поэтому Маркеса очень бы хотелось перечитать. Далее у нас следует далеко не художественная литература. Это книга «Ружицкая. Законодательная деятельность. Царствование императора Николая I». Здесь все просто. Я люблю Николая I, но вообще я люблю все, что связано с историей, и данная книга поможет мне пополнить мою копилку знаний, скажем так. Мой багаж знаний. Книга Паскаля Киньяра «Карус» или «Тот, кто дорог своим друзьям». Здесь тоже все очень просто, потому что у меня уже несколько книг Киньяра накопилось, при этом мне его суют, мне еще говорят, «Вам надо приобрести там ладью в Харона», там еще, еще. Кстати, ладью в Харона я находила вообще по каким-то сумасшедшим ценам на Озоне. Вот. И я понимаю, что у меня тоже уже штук 5 Паскаля Киньяра накопилось или 4, и я еще ничего не читала. Надо срочно исправлять это, потому что вдруг это не мое. Но судя по тому, что мне это рекомендует человек, с которым у нас совпадают вкусы, то я уверена, что это мое. Будет еще один любимый писатель. Еще книга Кристофера Ишеруда, но здесь 2 его произведения в одной книге. Так. «Прощай, Берлин» и «Труды и дни» мистера Норриса. Тоже мне рекомендовали этого писателя, что тоже понравится, тоже буду в полном восторге. Никак не дойду. Надеюсь, что в апреле все получится. «Милан Кундера. Невыносимая легкость бытия». Книга, которая посвящена событиям пражской весны. И, наверное, в принципе, в чем-то она и сейчас актуальна для чтения. Ну вот, надеюсь, что в апреле она мне наконец-то пойдет. Я ее наконец-то прочитаю. И все никак не успеваю прочитать, никак не доходят руки. То ли меня пугает объем, то ли что. Надя Хашимия, жемчужина, сломавшая свою раковину. Здесь про Афганистан, про тяжелую участь афганской женщины. В принципе, такое вот все я люблю, но не знаю, почему-то никак не найду, но я уверена, когда все-таки я ее прочитаю. Потом буду захлебываться от восторга, да, рассказывая про то, как она мне понравилась. В принципе, я каждый месяц стараюсь выбрать разные книги, чтобы, вот там, когда у меня стоит стопка, да, с тем, что я себе наметила на месяц. И у меня, если глаз не падает, ну, не в этом месяце, так в следующем. Никто меня никуда не гонит, поэтому, если не сейчас, то я обязательно ее прочитаю, потому что тематика интересная, меня это ничего не останавливает, как говорится. Меня это, для меня данное произведение, данная книга не теряет своей актуальности, мне это по-прежнему интересно, значит, просто не пришло ее время. Я не унываю, когда я не справляюсь с намеченным списком или еще с чем-то. Это все-таки чтение, это удовольствие, это такое хобби, которое, да, должно приносить тебе не только какие-то, давать пищу для размышлений, пополнять твою копилку знаний, литературных и каких-либо других, да, расширять какие-то горизонты, но еще и также должно приносить такое вот наслаждение, удовольствие. Поэтому чтение как работа, ну, это все-таки немножечко не про меня. В принципе, это все книги, которые запланированы мной на апрель месяц. Получается их 14, одна уже почти прочитана, потому что записываю я данное видео 4 апреля. И не знаю, когда оно попадет на канал, но записываю вот так вот. Вот. В принципе, 14 книг. Посмотрим в мае, какие будут итоги. Это все, что я хотела сказать. Наверное, это все, что я хотела сказать в формате этого видео. Желаю всем всего хорошего, всего, что можно вложить в слово «хороший». Ну и, конечно же... Ну и, конечно же... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok